Менее недели осталось до вступления нового налогового законодательства в силу. Инспекторы продолжают консультировать предпринимателей, выезжают на рынки в торговые центры, проводят консультации и семинары. Один из таких семинаров прошел сегодня в столичной госадминистрации. Открывает семинар краткий экскурс в новую налоговую систему. У предпринимателей три режима на выбор. Самый простой для самозанятых, например, репетиторов, массажистов, переводчиков. 272 рубля в месяц и трудовой стаж обеспечен. Далее патентный режим. По сути, подобен пока действующей налоговой системе для предпринимателей. Из нововведений не торговать с фирмами, не ввозить товар более чем на 50 тысяч долларов в год, торговая площадь не более 100 квадратов. Если выбрать упрощенную систему, эти ограничения уходят, но придется ставить кассовый аппарат. Индивидуальным предпринимателям, которые будут переходить на ту или иную систему налогообложения, налоговыми органами будет выдаваться специальный платежный документ, по которым будет производиться уплата налогов. За апрель месяц в течение всего апреля. За май месяц уплата должна быть произведена до 1 мая. После вопроса из зала. Подобные семинары – возможность выяснить все тонкости новой налоговой реформы. От договоров аренды до найма работников. Я работаю по патенту, у меня два наемных человека. На данный момент считается, что у них идет стаж или нет? Конечно. Трудовой стаж и у вас, и у ваших привлекаемых дней, и социальные гарантии. Евгений Шубин – предприниматель со стажем. Для него это семинар не первый. Новое законодательство изучил досконально. Для себя выбрал упрощенный режим. Говорит, преимущества налоговой реформы очевидны. Я могу работать и с юридическими лицами. Я могу осуществлять и более широкую деятельность. То есть я могу осуществлять теперь и деятельность по импорту какой-то продукции и организовать что-то типа дилерской сети по Приднестровью, имея такие возможности. То есть я сегодня не имею денег для того, чтобы начать юрлицо с большими вложениями, но я могу быть предпринимателем с широкими возможностями развиваться постепенно. Информация о следующем семинаре будет на сайте Министерства финансов. Там же есть номера телефонов для консультации, записи к инспектору, плюс электронная почта для вопросов и заявлений онлайн. По Террасполю почти треть предпринимателей уже определились, как будут работать дальше. На сегодняшний момент их почти две тысячи человек. То есть предприниматели, которые заявили уже о переходе на ту или иную систему, по которой они планируют дальше работать. Из них 96% это предприниматели, которые выбрали именно переход на патентную систему налогоблажения. Попасть на прием к инспектору теперь можно и в субботу. С 18 марта налоговая работает с 8 утра до 7 вечера. Обед с 12 до часу.